финишировал третий сезон шоу один по один кому-то там повезло кому-то нет я считаю что нынешний гостью программа правду 4 светлана светиковой здравствуйте вообще по жизни без светлана так вы по жизни человек везучий как вы считаете я не знаю я не знаю мне не простая такая жизнь очень интересная и сказать что не знаю мне кажется у когда у тебя уже появляется выбор как минимум это уже везение как а выбор же есть всегда нет кто-то вы не видит просто вот на любом случае ты есть ты для чего-то рожден для чего-то в любом случае как мне кажется просто ничего не бывает и мне от этого становится спокойно мне кажется что я для чего-то вот появилась и это очень важно и должна быть внимательно и я думаю что скорее всего это и есть везение а в шоу-бизнесе вообще фактор везения он играет роль или нет без понятия я не в шоу-бизнесе вы не шоу-бизнесе от чего же это вдруг не понимаю я его не понимаю поэтому я не там я на сцене я пою ну сцена это как как можно быть на сцене не в шоу-бизнесе как вы понимаете тогда шоу-бизнес то что что такое шоу-бизнес это продюсер понимает я не понимаю но вы же собственно вас мне кажется как я вот насколько представляю вашу биографию в шоу-бизнесе прямо с детства по-моему так лет 7 с 8 если верить тому что написано в википедии с ну первый мой мюзикл был в четыре годы в останки но у нас проходил спектакль это было конечно я все это помню это было очень здорово интересно вот но наверное сам как таковой шоу-бизнес пришел в лет двадцать когда появилась фабрика я так понимаю что скорее это там он появился шоу-бизнес больше то есть участие в мюзикле вы считаете что мюзикл это не составная шоу-бизнеса нет безусловно но там я я все-таки знаете я больше человек такой чувственный я скорее чувствую чем думаю думаю вот здесь много и поэтому на не знаю я вот он как-то существует этот шоу-бизнес он мне немножко непонятен и я дачу ним говорить-то бог с ним пусть он сам там собой я не могу я не могу это какие-то правила это какие-то рамки какие-то такие вещи я так понял из того что я прочитал что как раз в участие в третьем сезоне шоу один в один вдохновила вас на создание по моему какого-то собственного проекта но собственным проектом пытается все время зародиться и это очень сложно для меня лично потому что как показал проект один в один меня так получается много лиц музыкальных первую очередь и этот проект для меня был хорошим вокальным опытом и конечно же есть образы от которых я получила особенное удовольствие и вот когда я исполнила бьерк для меня это наверное единственный мой кумир бьерк да я там единственный кумир вас майкл джексон здесь как это данность это когда на себя хорошо да это безумная льерк ваш кумир да наверное так интересно она мне она мне очень близко и мне как-то я не ну ладно неважно и и все и вроде все я спел и я испытала я не люблю слово эйфория но это наверно больше даже чем эйфория было это было невероятно что-то а когда вы леди гагу делали или мадонна здесь совершенно другая не на мадонна вообще не обсуждается нет почему имеет какой какие-то игрушки вы когда отвечали на вопрос несколько лет назад в каком бы мюзикле вы хотели бы эйфория да вы сказали вид я это не касается мадонна никак совершенно для для всех в общем-то потребителю потребитель так скажем массово потребитель она отлично справилась этой ролью мне считаете что она отлично справилась я так что ну может быть да потому что и и вид это такой вот образ очень подходит до бесконечно далекий от вас это как один написал киновед этом такая это грубо но я просто процитирую баба с яйцами в смысле и мадонна и вид это меня поэтому удивило что вы хотите исполнить вам ария ты нравится если вам образ не близок нет образ и вид и мне нравится он мне очень симпатичный я был я вижу себя в этой роли однозначно да как вы себе представляете путь и вид и вообще наверх мне казалось что это такая ну как опять же если грубо говоря это такая дорогая карьера через койку в общем то это мне кажется не ну да но в любом случае любое проявление какой-то силы не но и я не могу категорично относиться к этому сюжету мне в принципе просто очень интересно было бы нет это не только арии действительно не только арии ни в коем случае нет мне нравится эта история но вы сильная я не могу я сильно вы сильная женщина в чем ваша сила особо ярко она выражалась до до момента до рождения моего сына я была немножечко другой вот но мне кажется я всегда я достаточно стойкий человек выносливый у меня характер такой я могу мириться со многими вещами я могу прощать очень просто давайте про сына он осенью 13 года да и на насколько я понимаю там с датами она напутали что-то когда мать-то помнит мать-то помнит это девято было случилось 9 октября 15 года назвали его милан вообще не не самое обычное имя я спросила животик так это ваше решение было я спросила животик я не знала что есть такое имя ва а вообще так я знал есть милана милане светлана лана все-таки нас один корень так а вот отсюда вышли я спросила животик и лежу жду но я слышал такие вот истории про то что малыши как-то подсказывать я чисто технически не понимала как это делается я просто его спросил я не знаю как но в течение часа просто это появилось это имя и все милан милан и у меня не было ни ассоциации не с городом ни с чем я тут же написала мужу сообщение думал скажет совсем что ли прочитала что это оказывается славянское имя и он сказал класс для футболиста отлично подойдет а потом вскоре я узнал будучи еще беременной что касту шакир и сын милан вот тоже тринадцатом году родился как шакиром прелестно ну а у нее было два периода каких-то да таких творческих она сначала была такая немножечко ну я бы сказал наверное понятным языком не настоящий что ли не не ну какая-то какая-то была невкусная для меня лично а потом вдруг она умылась и стал прекрасно мне как все время не складывается да вот а вот мы не попозже потому что вы ведь утверждали очень раньше может быть это было до рождения милана наверняка то вы любите рок-музык безусловно всегда я так воспитана ну я понимаете с 8 лет с 8 до 12 у нас была группа и я как называлась московском детском театре эстрады как называлась группа папы карло мы пели песни группы кис да ки же вы да да пол же вы был вашим идеалом мужским совершенно невозможной фанаткой и для меня я просто я могу даже не знаю где-то в какой-нибудь там квартире дворе прозвучит тихо-тихо его тембр я сразу я реагирую момент а почему он вас так потрясло когда вы узнали его не традиционно вернее для шоу-бизнеса традиционной сексуальной ориентации вы вы не разделяете продукт и человека который продукт и дай бог ему здоровья пусть разочарование какое было ты такой девичьи было разочарование или это было разочарованием но вы знаете мне нравился я всегда в принципе мужские я вот родилась сразу девушкой я вот очень всегда она там папиными друзьями филиртовала будучи очень мелкой за мужчину всегда очень высоко ценил и ценю и для меня это совершенство мужчиной для меня это не знаю очень много в одном из интервью сказали что по моему какая или коллега или какая-то актриса вам как-то сказал что если бы всю энергию который вы тратите на мужчин тратили вы построение карьеры вы достигли виде видов кто это был кто это вам сказал это просто моя коллега по мюзиклу была актриса да и вот она просто так сказала и я так подумала ну да по сути она так и есть но всегда для меня это было важно я искала но я понимаете в чем дело я очень люблю семью семья для меня это так вообще очень очень важно и я вот когда начала встречаться с мальчиками всегда думала что это вот мой будущий муж обязательно так и надо конечно я очень рада что я не выскакивала замуж потому что обычно девочки это делают я не выскакивала замуж чтобы устал бы разводиться но на самом деле сейчас все иначе и когда я встретил своего мужа вы расскажите в два-три слова да это у нас случился служебный роман да а это такой как бы партнер по спектаклю ледовый мюзикл вашего города был прекрасный сажат спектакль и озвучивала фигуристов наших вот и он как бы иностранец приглашенная звезда ледовый акробат и мы мы просто очень подружились и я ему как-то вот так сказала по дружбе что он очень похож на отца моих детей небо хотелось бы чтобы дети были воспитаны таким человеком как он похожи были бы на него буквально через год я поняла что я влюбилась только через год у нас появился малыш вот упомянули про мальчиков и вот это точно вашими словами было что ухажер ваш школьный пары вы так не напрягайтесь это совершенно невинная история вы сразу написал вам записку письмо на самом деле это был гюго то есть это описание смиральди нет это немножко не так было это был поклонник он написал не просто поклонник а то есть это не в школе был период мюзикла метро нет период мюзикла метро мне было 16 лет он написал мне описание смиральди да вот самое вступление в романе когда он описывает ее танец на площади и я так удивилась долго а я не читала мне были комиксы нотр-дам то есть вы были эсмеральди но оригинал я была незнакома тогда с романом и я как он красиво написал обо мне его ну вот а мама говорит балда таки гуго у нас некоторые называют хайнрич хайне ну вот ну собственно гуго да я естественно сразу схватил вы бы даже и в глаза и не видели до этого поклонника который столь точно я не знаю видела может и видела я не знаю у вас поклонников достаточно много судя по количеству не авторизованных полуофициальных сайтов вам посвященных то есть при этом вашего официального сайта он сейчас остановлен потому что у меня была непростая история с этим шоу-бизнесом я все время пытаюсь как-то и вроде бы ну не знаю но не суть у меня буду как раз дорождение до беременности моей по за полгода у меня мне предложили контракт мы подписали начали работу и условия работы было следующее я очень просила господина продюсера чтобы он не трогал мое личное и чтобы а он прислушивался ко мне к моему творчеству потому что никто этого никогда не делал ни разу никто никогда не прислушивался к вашему творчеству понимаете в чем дело тут там у нас почему-то мне кажется что у нас какой-то очень вот культ продюсеров сумасшедшие совершенно и нас продюсер звезда не артист и крайне редко артист находит мне кажется ты вот это как раз взаимопонимание где это является хороший до хороший тандем там и рождается наверно творчество все-таки а не в а тут получается что нет ничего не понимаешь вот нам нужно вот на это радио и там 10 раз приделываем песню дабы она зазвучала как-то вот так что я не могу слушать и я постоянно просто с этим сталкивалась сталкиваюсь и мне очень тяжело потому что я не понимаю я не могу быть я не могу быть не собой я не могу бить песен под фонограмму почему потому что у меня всегда разное настроение и эта песня меняется она но она разное то невозможно формате существовать я не могу я не я не какая-то как у не какой-то такой прям тяжелый андеграунд чтобы там себя прятать в подвалах надо или как-то нет я вполне себе мне кажется нормальный человек без каких-то экстремальных проявлений и поэтому когда доходил до того что я приезжаю на студию и мне на студии дают песню я и там первый раз слышу для меня это ненормально соответственно наши отношения накалились в течение очень короткого периода буквально несколько месяцев я помню и говорю ребенка я устала я больше не могу я так не не было так тяжело и помню вот эту вот встреча еду я на встречу с продюсером продюсер есть имя продюсер он называется вот мне человек он очень интересно но просто вот мы к сожалению в творчестве не сошлись им и еду с этим вот так вот я не успела я схватила кофе тест кинула в сумку и бегом по пробкам и я приезжаю забыла что у меня тест сумки и я так начинается атмосфера накаляется накаляется я так не так открывая сумку и вот так на меня смотрит этот тест полосками и у меня крылья выросли и я полетела куда-то семью понятно вот но семья семьей а в общем-то вы рождены для сцены как бы по по определению да вы вы ведь актрисы при прежде всего или нет или вы прежде всего да да как актриса вы при этом как мне кажется не всегда лаять с режиссерами как-то заявили что у нас вообще нет режиссер все очень давно и наверное изменилось все это было в тринадцатом году до в тринадцатом нет очень сложно что касается например музыкального спектакля то да я я я могу пояснить почему я так сказала я наверное немножечко скучаю по режиссерам которые наверное дали мне ту самую школу это европейские режиссеры и они другие чуть-чуть у них энергия иная они выходят на сцену они все умеют они не просто объяснить они сами все умеют и на таком высоком уровне они то это мои кумиры это люди на которых я хочу быть похожей и поэтому мне на при можете озвучить имена конечно без слова это я наш юзуфович и режиссер музыка метро и уэйн фолкс режиссер нотр-дама а у нас нет просто режиссер у нас их не делают или вы знаете мне кажется что они на подходе потому что мне кажется вот действительно есть очень какие-то яркие представителям такого не знаю нового поколения они так потихонечку потихонечку где-то вот так вот появляются я наверное назвать это никого не смогу все-таки вот но мне кажется что все-таки появляется потому что говорят что и есть я просто слышу о новых спектаклях и слышу очень такие хорошие отзывы интересные от людей которых очень уважаю и уважаю их мнение вот но просто все эти спектакли они как-то вот как раз появились когда я была я никуда не ходила мне ничего не смотрел я в принципе такая очень закрытая что ли вы закрыты да я не очень люблю общество для меня тяжело очень то есть когда вы общаетесь допустим журналистами на пресс-конференции это другая история это другая история не не в образе я вообще очень открытая но очень закрытая я закрытая потому что я я говорю про общество я не люблю я не могу мне вот поговорить вот так очень интересно мне нравится разговаривать да приходите почаще мне нравится чувствовать а вот общество какие-то мероприятия мне не просто дается я не понимаю ну как-то я люблю лес вы любите осень или осень я мне нравится тишина я не люблю москву я люблю москву я не беру город москву как ворота говорите что москву это падшие женщины которые все имеют как точно и плюют понимаете не дает плюют на нее но это кстати отдельный разговор мы переходим на финалу как-то выглядит в этом мешочке да вы выбираете любую фишечки до слепую любой камешек оттуда вы даете и это красный камешек кладите его обратно красную карточку любую они написаны вопрос вы его читаете и отвечаете или отличается вам иногда кажется что ваш партнер крайне скучный человек да это такой вопрос партнер кто не знаю режиссер продюсер муж нет я всегда себя окружаю очень интересными людьми и мне кажется что многие из них гении гении это сильное заявление можно они совершенно между собой у меня была очень смешная история на на дне рождения когда я собрала друзей было давно правда очень а у них тогда было много я смотрю и не общаюсь с собой и назад но я не делась и поняла что каждый из них очень-очень талантлив по своей сути уникален и когда именно тогда я так и подумала и я влюбляюсь людей я деньгами не разочаровываюсь просто они меня мучают люблю они такие непростые вот и мне приходится за ними ходить ходить любить их любить как они такие сложные давайте вторую нет 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 ни карточку а фишку а фишку а фишку там был такой вопрос обалдеть желтый да любую желтую фишку приходилось ли вам намеренно наблюдать интимную сцены через окно соседней квартиры или автомобиля намеренно здесь ключевое слово я так понимаю мне было интересно и даже биноклем стояла но я так и не 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 получил они закрывали шторы но это было в возрасте 17 лет самая но то в таком возрасте все интересно мы нет мы изменим несколько правила да вы как-то отреагировали на эту карточку поэтому 3 фишку вы достать не будете давайте вы ответить на тот вопрос который вас так поразил этот вопрос изменяли ли вы когда-либо своему партнеру возможно не текущему да вот теперь я верю что вы говорите правду но это было во имя спасения ну что я могу сказать что светлана совершенно поразительный человек я не понимаю как она выживает шоу-бизнесе тоже на это похоже действительно всегда говорит правду огромное вам спасибо и приходите к нам еще спасибо